Здравствуйте! Спасибо, что вы с нами. В эфире «Это важно». Тема программы «Госуслуги через одно окно. Как работает многофункциональный центр». Каждое утро в МФЦ начинается одинаково, почти как в фильме Льдара Рязанова. Это уже обычай, традиция. За полчаса до открытия сотрудники уделяют время себе. Потом его просто не будет, а работают без перерыва. В 9.00 администратор открывает входную дверь. Посетители многофункционального центра стремятся побыстрее оказаться внутри, занять очередь за талоном. Такой ажиотаж ранним утром привычная ситуация. А ведь МФЦ работает до 8 часов. Я знаю, мы были до 8 часов, по-моему, работает. Думаю, завтра поезд, мне надо быстро все сделать. Так и есть. Многие хотят побыстрее, отпрашиваются с работы, думая, что только утром можно успеть сдать или получить документы. В ведомствах, где очереди длинные, а приемные часы короткие, лучше бывать утром. А в МФЦ есть преимущества. Примут и после обеда, и даже вечером. Скорее всего, это стереотип у людей, что кто первый встанет, кто быстрее пройдет. МФЦ работает до 20.00. В течение всего рабочего дня можно прийти и обратиться. Многофункциональный центр предоставляет государственные и муниципальные услуги. Работает по принципу одного окна. Деятельность МФЦ осуществляется на основе федерального закона Российской Федерации. Федеральный бюджет выделяет средства на открытие таких центров, но при этом выдвигает жесткие требования. Особые стандарты качества и комфорта, просторные помещения, обязательные кондиционеры, интернет, работа без перерывов и даже по субботам. У большинства жителей сложилось мнение, что это некая игра чиновников. Когда одни органы создаются, другие упраздняются, чиновники перетекают из одного органа с одним названием в другой. На самом деле задача административной реформы совершенно другая. Специалисты анализируют, как переломить бюрократическую систему. Список услуг МФЦ постоянно расширяется. Недавно появилось окно налоговой службы. Это сделано для удобства и комфортности граждан, чтобы они пришли в МФЦ, в окно, без очереди получили ту или иную услугу. В многофункциональном центре работает 28 окон. 9 федеральных – это услуги земельно-кадастровой палаты, управление Росреестра, часы работы этих окон с 9 до 6 часов, перерыв с часу до 2. Есть 9 муниципальных окон – архивный отдел, налоговый отдел, управление архитектурой и градостроительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление имущественных отношений. Режим работы с 9 до 8, без перерыва. В субботу с 9 до 2, в воскресенье выходной. 8 окошек сотрудников БТИ, расчетно-кассового центра, торгово-промышленной палаты. Одно – региональное. Региональные услуги – это управление социальной защиты. У многофункционального центра есть преимущества. Во-первых, бесплатные юридические консультации в окошке 13. Во-вторых, электронная очередь, то есть разговоров. А вас здесь не стояло, быть не должно. Взял талончик, посмотрел, можно где-то погулять, подождать, прийти к этому времени. Очень удобный центр, естественно. Если бы его не было, надо было бы куда-то ехать, то в одну контору, то в другую. Во всех регионах России один временной регламент на ожидание ответа специалиста от 10 до 15 минут. У нас установлены краевые программы электронного взаимодействия с МЭВ. То есть у каждого есть свой ключ, свой пароль, свой логин, под которым он входит, в базу единую, которым они ни с кем не делятся. Марина Проценко – многодетная мама. В прошлом году получила участок под индивидуальное строительство по губернаторской программе. Пришла уточнить, на какой стадии документы разрешения на строительство. Получила консультацию, сказали, что ждите ответа. У каждого посетителя МФЦ есть возможность самому проследить за документом. Только своим и только по специальному штрих-коду, на котором есть личный номер. Для этого не обязательно идти в МФЦ. Можно по интернету зайти на сайт, вести ход со своей регистрационной карты и становится доступным информация. Документы еще рассматривают или они уже готовы к выдаче. Все документы заявителей, которые поступают в МФЦ, в тот же день администратор центра собирает, сортирует и разводит в нужные ведомства. В помещении центра также расположены касса, где осуществляется прием коммунальных платежей. Оплата за детский сад, питание в школах, телефонную связь, интернет. Новый уровень обслуживания, нужные службы в одном здании. Приятно, что интересы общества выходят на первый план. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин